здравствуйте уважаемые друзья недавно мы побывали с вами на улице которая названа в память о герои советского союза сергей макиев который жил в этом районе мы были на шумный многолюдной улице а сейчас мы сворачиваем на соседнюю тенистую и очень тихую улочку который носит имя героя советского союза анатолия живого который жил в этом районе до начала великой отечественной войны анатолий живов родился в калужской губернии в 1925 году а в 1937 месяц отцом переехал москву жил в этом районе учился в школе номер 83 на красной пресне а когда началась великая отечественная война он вместе с другими детьми был эвакуирован из москвы а уже вернувшись после эвакуации устроился работать на один из московских заводов выполнял опасные задания в одном из боевых эпизодов он ликвидировал лично 7 обрывов связи обеспечив связь между подразделениями той дивизии где он служил в 1944 году в апреле дивизия в к в рядах который сражался живо вела бои за город тарнополь теперь это город тернополь на украине и за этот город шли очень тяжелые бои 7 апреля 1944 года штурмовой отряд дивизии вел бой за городскую тюрьму которые немцы привозить превратили в узел сопротивления там узел обороны никак невозможно было уничтожить противника и тогда живо вызвался уничтожить немецкий пулемет бутылками зажигательной смеси выдвинувшись к образури германского дота он бросил туда две бутылки зажигательной смеси и пулемет замолк но через некоторое время пулемет начал стрелять вновь и тогда живо будучи уже раненым просто закрыл собой амбразуру немецкого дота фактически повторив подвиг многих солдат которые также поступили к примеру сержанта васильковского который закрыл амбразуру немецкого дота утром 5 декабря 41 года в битве за москву и так же как например александр матросов который совершил свой бессмертный подвиг феврале 1943 анатолий живого наградили посмертной медалью за отвагу был наградной лист на него и там по него писали как про живого но ты же не уже к этому времени погиб в бою а в сентябре 1944 года анатолию живу посмертно было присвоено звание героя советского союза 1965 году преддверии великой победы в районе красной пресни появляется улица анатолия живого таким образом появляется на карте москвы имя героя советского союза погибшего 1944 году он не увидел светлого дня победы но сделал все чтобы его приблизить дорогие друзья не переключайтесь оставайтесь с нами а мы продолжим наш разговор на улице костикова который находится совсем рядом в этом районе и и Продолжение следует...